Выращивать такое количество цветов – долгий и кропотливый процесс, рассказывает агроном Ирина Филимонова. Для нее это не просто растения. Женщина ласково называет их своими детьми. Все начинается с посадки семечка еще в декабре. После всхода за каждым растением ухаживают, обязательно делают пикировку, подкармливают и поливают. Вся эта масштабная работа для того, чтобы город по-настоящему расцвел и заиграл новыми, яркими после зимы красками. У нас растут пеларгонии, геронизональные, бегонии. В этом году бегонии будет где-то около 42 тысяч посажено в городе. Она хорошо держит фигуру, когда делают клумбы. Красная, белая, розовая и темнолистная. Но она выносит городские условия, поэтому ее решили больше сажать. Миллионы не только алых роз, но и петуний. Уже к концу апреля эти красавицы украсят парки и скверы Самары. А к 15 мая город полностью превратится в цветущий сад. Счет действительно идет на миллионы. В рамках муниципальной программы «Цветущий город» высадят миллион 400 тысяч цветов разных видов и сортов. И это только однолетники. К ним добавят 20 тысяч многолетних растений. Совсем скоро первыми на площади свыше 2000 квадратных метров должны зацвести тюльпаны, которые высаживали в Самаре в прошлом году. А осенью этого вдобавок планируют высадить 120 тысяч новых луковиц. Среди них будут не классические темные расцветки, которые самарцы еще не видели. Помимо обычных клумб в городе выставят мобильные вертикальные конструкции. Всего их около тысячи штук, с учетом 112 новых, которые специально закупили к весне. В той же исторической части есть дефицит свободных территорий для посадки именно клумб наземных. Почему у нас и стало в последнее время очень активно внедряться мобильное вертикальное озеленение. Мобильная конструкция устанавливается может и на асфальте, и те же кашпо вдоль уличной дорожной сети. И позволяет проводить точное оформление тех районов города, где невозможно сделать клумбы непосредственно уже традиционным способом. Общая площадь цветников в этом году составит более 38 тысяч квадратных метров. Клумбы начнут появляться сначала на туристических маршрутах. В первых числах мая будут украшать места проведения юбилейной российской студенческой весны. Высадят около 7 тысяч квадратных метров цветников. Специально к этому событию специалисты разработали шесть новых ландшафтных конструкций, на которых будут размещены логотипы студвесны. Это арт-объекты в виде лавочек, на которых можно будет посидеть и, конечно же, сфотографироваться. Специалисты профильного предприятия заверили – все растения адаптированы к городской среде и климату и будут долго радовать своим видом самарцев и гостей города. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.